Раскрытие моей информации. Ну, хочу еще раз напомнить. Ну, к сожалению, так получается, что часть информации будет повторяться. Так что прошу отнестись с пониманием. Итак, рекомендации. Знаете, вы такое вступление сделали, что ощущение, что все будет повторяться. Нет, Лев Вадимович. Только часть, может она ее выкинуть и оставить то, что не повторяется. Мы же опираемся все на одни и те же результаты. И как бы мы не критиковали и свой опыт не пытались продемонстрировать, но тем не менее все равно опираемся мы на результаты международных кооперированных исследований. Потому что если говорить о доказательности, то, конечно, сравнивать результаты клинического исследования, куда было включено 400 или 500 больных, с нашим опытом, включавшим 20 больных, ну, мне кажется, это так несколько самоуверенно. Итак, посмотрим на рекомендации НССН-овские. Увидим с удивлением или без удивления, что практически ни в первой, ни во второй линии химиотерапии места больше нет. Для первой линии приоритет отдается иммунотерапии в виде использования антипи-антител или таргетных препаратов при наличии БИРАФ-мутации, ну и, естественно, клинические исследования. И при прогрессировании на фоне одного из видов терапии, по сути дела, предлагаются пациентам те же возможности. Это также антипиди-антитела, эпилемумаб и таргетная терапия. Нигде практически мы не видим химиотерапии. Мне бы хотелось еще обратить внимание, кстати, на парадокс, который нас в значительной степени отличает. Посмотрите, пожалуйста, для второй линии химиотерапии, если у пациента статус 2 и, так сказать, и более, то этот пациент вообще активного лечения не получает во второй линии. Мы пытаемся нередко лечить пациента уже и со статусом 2, и даже со статусом 3, назначаемую химиотерапию, которая, вообще-то говоря, кроме вреда, больше ничего пациенту не дает. А в первой линии, тогда, когда надо бы, по идее, назначить действительно современный эффективный препарат, но по тем или иным причинам продолжаем использовать традиционную химиотерапию. Ну, вот это вот такие парадоксы нашей отечественной онкологии. И так, ну, тем не менее, мы все-таки говорим о тех возможностях, которые у нас есть сегодня. И если говорить о регистрации новых препаратов в нашей стране, то ингибиторам БИРАВ, таргетным препаратам повезло больше, потому что они в нашей стране регистрировались с очень небольшим опозданием, буквально там на 1-2 года. До последнего момента у нас ни одного не было зарегистрировано нового иммуноонкологического препарата. И, наконец, этот год, 16-й год, стал своего рода таким прорывом, когда все-таки в мае месяце эпилимумаб, который там 4 или, я не знаю, сколько лет находился на регистрации, наконец, все-таки эту регистрацию получил. Поэтому мы можем говорить, что все-таки хотя бы один иммуноонкологический препарат у нас тоже, ну, теоретически, по крайней мере, доступен. Так, каким образом вот мы сейчас можем всем этим пользоваться? Ну, еще раз хочу напомнить показания, с которыми зарегистрированы эти новые препараты. В нашей стране. Если говорить о бираф-ингибиторах, то это неоперабельная или метастатическая меланома при наличии бираф-мутации. Так сказать, линия терапии здесь не обозначена. И с теми же показаниями зарегистрированы на сегодняшний день две комбинации. Это вимуруфениб-кобиметениб и доброфениб-траметениб. Эпилимумаб зарегистрирован у нас для лечения нерезиктабельной или метастатической меланомы при неэффективности или непереносимости предшествующей линии терапии. Значит, мы не можем его использовать в первой линии. И можем говорить о назначении этого препарата, если увидели прогрессирование, в том числе и с использованием бираф-ингибиторов при наличии бираф-мутации. Ну, понятно, что, конечно, эти показания не могут быть применены к каждой конкретной клинической ситуации. Это только общее руководство к действию. И тем не менее, если мы посмотрим на, так скажем, дифференцированно попытаемся посмотреть на возможности лечения уже в зависимости от разных молекулярных подтипов, то увидим, что для бираф-позитивных пациентов сегодня первая линия терапии, ну, безусловно, с моей точки зрения, я, естественно, ей отдала приоритет, это, ну, приоритетное назначение бираф-ингибиторов или их комбинации, у нас также продолжает использоваться и химиотерапия. Для всех остальных молекулярных подтипов химиотерапии является основной, ну, единственной, по сути дела, возможностью использования в первой линии. И если говорить о второй и последующих линиях, то здесь уже во всех, практически во всех этих подгруппах мы можем использовать эпилемумаб. И у нас есть возможность также использовать бираф-ингибиторы, если эти препараты не использовали ранее, не использовались пациентами. Итак, если все-таки еще раз вспомнить о различиях в результатах использования бираф-ингибиторов и химиотерапии. Вот два основных исследования рандомизированных, которые исследовали эффективность новых бираф-ингибиторов и сравнивали ее с декорбозином. Мы видим, что по всем основным показателям эффективности, как то, частота объективных ответов, медиана выживаемости без прогрессирования, общая выживаемость. По всем этим показателям новые препараты оказывались более эффективными, чем химиотерапия. Комбинация тоже сегодня, в общем, ну, ни у кого не вызывает сомнений, что комбинация бираф- и мек-ингибитора явно более эффективна, чем уже монорежим бираф-ингибиторов. Также мы видим это по всем основным показателям эффективности. Исследование, о котором говорила Светлана Анатольевна, не буду здесь уже уточнять детали, но все-таки если мы назначаем мек-ингибитор после прогрессирования на бираф-ингибиторе, мы заведомо ухудшаем эффективность такой комбинации. Совершенно четко исследование БРИМ-8 это показало. Так что если у вас есть возможность назначить комбинацию бираф-ингибитора и мек-ингибитора, то лучше это делать сразу. Таким образом мы все-таки более эффективно будем использовать этот действительно чрезвычайно дорогостоящий вид лечения. Какие все-таки факторы влияют на эффективность? Мы говорили, что наличие мутации, это практически 90% пациентов отвечает на терапию. Тем не менее, все-таки есть сегодня уже дополнительный анализ показал, что все-таки есть подгруппа пациентов, которые получают больше преимущества при назначении бираф-ингибиторов или комбинации. Если говорить о химиотерапии, как она сказывается негативным образом, если мы все-таки используем химиотерапию в первой линии? Сравнение данных исследований второй фазы, где бираф-ингибиторы использовались во второй и последующих линиях, это исследования БРИМ-2 и БРЕЙК-2 в сравнении с рандомизированными исследованиями третьей фазы, показало, что в принципе такого явного ухудшения на показатели выживаемости ранее проведенная химиотерапия не имеет. Если мы посмотрим на вот этот подгрупповой анализ, кстати, вот еще один, наверное, в пользу, скажем, все-таки таргетной терапии еще один аргумент. Посмотрите, пожалуйста, ни в одной прогностической подгруппе не было отмечено преимущество химиотерапии, в том числе и для пациентов с кок-статусом нулевым, для пациентов, не имеющих отдаленных метастазов, а только неоперабельную третью стадию. Самая благоприятная стадия метастатической меланомы, первая А, значит, даже в таких относительно благоприятных ситуациях таргетная терапия все равно была более эффективной, чем химиотерапия. Теперь мы говорим о показателях, которые могут все-таки влиять на эффективность берафонгибиторов. Это уровень ЛДГ. Тоже сегодня говорила Светлана Анатольевна. Несмотря на то, что берафонгибитор и при нормальном уровне ЛДГ, и при повышенном выше, чем дает результаты более высокие, чем химиотерапия, но использование этого препарата при нормальном уровне ЛДГ значительно повышает шансы пациентов действительно получить максимальную пользу от этого препарата. Причем это очень важно не только вообще по частоте, вероятность добиться объективного ответа, но и получить длительный ответ на терапию. Вот посмотрите, пожалуйста, длительность ответа более 12 месяцев. Для пациентов с нормальным уровнем ЛДГ треть пациентов теоретически может достичь длительного ответа на терапию. И доля этих пациентов снижается до 13% в том случае, если уровень ЛДГ повышенный. То же самое выживаемость без прогрессирования. Мы говорим, очень быстро развивается рефрактивность 6-8 месяцев. Но длительность выживаемости без прогрессирования больше 12 месяцев. Также может треть пациентов получить, если мы начинаем это лечение, таргетную терапию рано и не дожидаемся подъема уровня ЛДГ. Этот же показатель подтвердил свое такое вот прогностическое важное значение. И при использовании комбинаций тоже об этом сегодня говорили. Если мы используем комбинацию у пациентов с повышенным уровнем ЛДГ, посмотрите, по сравнению с одним вимурофенибом, мы даем прибавку этому пациенту всего лишь 3, даже меньше 3 месяцев. И в то же время, если мы будем использовать его у пациентов с нормальным уровнем ЛДГ, комбинацию я имею в виду, посмотрите, какие значительные различия в показателях общей выживаемости в этой прогностически благоприятной группе. Эти же результаты были подтверждены, вернее, значения уровня ЛДГ, как такого прогностического маркера, были подтверждены и при использовании комбинаций Даброфениба и Трамитиниба. Таким образом, если говорить о особенностях и эффективности комбинаций бираф-ингибиторов и их комбинации, да, мы видим, что совершенно четко идет прирост эффективности от химиотерапии к монорежиму и комбинации по всем основным показателям. Да, мы видим на практике быстрое наступление ответа и быстрое улучшение общего самочувствия пациента. Да, мы знаем, что есть определенная токсичность, но она сегодня хорошо изучена. И есть случаи индивидуальной непереносимости, но это очень-очень и небольшая категория пациентов. При этом наиболее выраженный противоопухолевый эффект иммунотерапии комбинаций проявляется у пациентов с нормальным уровнем ЛДГ. Нецелесообразно использовать монотерапию ингибитора МИМЕК и назначать комбинацию при рефракторности к бираф-ингибиторам. Вторая возможная появившаяся у нас сегодня опция эпилемумаб. Ну, появившаяся, я говорю пока, по крайней мере, как это сказать, юридически препарат, наконец, зарегистрирован. Что мы знаем об эпилемумабе? Во-первых, это препарат уже с совершенно особым механизмом действия. У препарата нет прямого противоопухолевого эффекта, и его эффект развивается посредством активации токлеточного иммунитета. Поэтому, во-первых, мы видим, что все-таки ответ развивается постепенно, а не так быстро, как при использовании бираф-ингибиторов. Частота объективного ответа уже не такая высокая, но, тем не менее, у третьих пациентов достигается ответ на лечение, и у 20 пациентов можно ожидать развития длительного контроля над заболеванием. Это первое рандомизированное исследование, которое во второй и последующих линиях показало, что эпилемумаб дает статистически значимый прирост общей выживаемости по сравнению с контрольной группой. Ни одной из приведенных ранее докладчиками исследований с полихимиотерапией, биохимиотерапией, и ни в одном из этих исследований не было показано улучшение, статистически значимого улучшения общей выживаемости. Да, определенные вот эти особенности, они стали ясны, более позднее наступление ответа, где-то после третьего месяца. И также стало понятно, что очень важна для нас вот эта цифра 3 года. Если пациент переживает 3 года, то у него достаточно высокая вероятность дальше прожить без прогрессирования болезни. И это уже данные и рандомизированных исследований, и программы расширенного наблюдения, которая, как вы понимаете, включает уже совершенно другую группу пациентов, и с более низким статусом ЭКОК, и с метастазами в головной мозг. Так вот, мы можем уже опираться не только на результаты рандомизированных исследований, но и на использование препаратов такой большой популяции пациентов. Также мы видим, что 3 года переживает 20% больных. Да, у нас нет сегодня таких установленных, утвержденных, предсказательных маркеров эффективности. Различные показатели пытаются изучать, в том числе и генетические маркеры, такие как мутационная нагрузка, опухолевые неоотигены. Но, тем не менее, такого официального утвержденного маркера нет. Но разные попытки проводятся. Все-таки для того, чтобы понять, а кому, кто с наибольшей пользой может получить такую терапию. Ну, надо сказать, что да, и дорогостоящую, да, и терапию, за которой стоят определенные потенциальные серьезные нежелательные явления. Вот одно из таких исследований, где целый ряд показателей были изучены с целью выявить независимые прогностические маркеры эффективности именно на фоне иммунотерапии пелемумабом. Такие маркеры или факторы были выявлены независимы. Это тот же самый повышенный уровень ЛДГ. Это были факторы неблагоприятного прогноза. Экок-статус больше одного и количество пораженных органов больше двух. В том случае, если... Да, вот это кривая общей выживаемости для всей популяции больных. Но посмотрите, как различается выживаемость в зависимости от того, есть ли у пациента какие-либо из вот этих неблагоприятных факторов. Вот это кривая выживаемости тех пациентов, у которых не было ни одного фактора неблагоприятного прогноза. И вот эта кривая выживаемость у пациентов, у которых были два и более факторов прогноза, цифры говорят сами за себя. Хотя, конечно, это ретроспективное исследование, и авторы не ставили себе задачей сформулировать критерии отбора на терапию. Но, тем не менее, все-таки по вот этим данным можно, по крайней мере, предположить, какие пациенты вряд ли получат пользу от проведения этого лечения. Ну и в заключение я хочу сказать, что действительно сегодня и восстановление иммунного контроля над опухолью, и возможность использования такого индивидуального лечения в зависимости от молекулярных характеристик опухоли, это действительно новые эффективные перспективные направления в лечении пациентов. На многие вопросы нет сегодня ответа, в том числе на оптимальную последовательность назначения, поиск предпозательных маркеров продолжается. Но, тем не менее, все-таки это явный прогресс, и он потихоньку, пускай не так быстро, как в других странах, но он все-таки у нас тоже происходит. Благодарю за внимание.